Доброго времени всем! Микросхемы, посылки. Здесь в основном, я так бегло посмотрел, 155 серия и среди имеются вот такие 155 LAT3. Они пустые. Хотя нет. Или пустое. Вроде бы белое. Смотря какой завод-производитель. Что-то не видно. Не фокусируется. Вроде бы белое. Сейчас еще вот. Вот еще LAT3. Нет, это 1. Вот LAT3. Сейчас делаем вот так поперек. Нет, таки желтое. Да, желтое. Ну, смотря какой завод-производитель. Бывает, что минские-то там они пустые. Это хорошо. Ну, пускай. Ладно. Так, афинаж покажет, сколько там золота. Взвесим. Вот старый сначала. Старый получается 1,3 кг. Кг. 300 я это на обжих и минус старый. Ну вот 100 г. 1,2 кг. Получается 1,2 кг. Вот таких вот микросхем. Еще раз смотрим. Я сейчас буду делать обжих. Так что должны быть нормальные. Если лад 3 155 серия по золотой, значит завод-производитель хороший. Так обжиг делаю, затем посмотрим сколько металла будет. Взвесим. Металл после обжига и вот она зола. Обжег, добила, отмыл. Вот остались только кристаллы, керамика там меленькая, стеклышко, все такое прочее. Конечно, позолотка имеется, я ее просматривал. Ну, камера. Да, видно. Вот она полоса позолотки. Сюда можно заливать уже царскую водку. Вот я приготовил 40 миллилитров и будет достаточно. Пепел я хорошо отмыл, так что даже лишнее я влил царской водку сюда. Ну, а вот этот металл сейчас взвесим. Вот металл. Позолотка там нормальная, но ее не так уже видно, потому что после обжига мы увидим уже после травления. Вот такой вес 327 грамм. Стакан на 3 литра. Полностью всыпаю. Немножко отмою. Пепел там имеется, чтобы не мешал, чтобы не вспенивалось при травлении. Отмою. Затем залью сюда электролит плюс азотка и буду вытравливать. Полностью все вытравлю. Я думаю, что полностью да. И затем посмотрим на позолоту. Готово. Вот она. Нормальная. Тяжелая, не успевает, не так как импорт. Думаю, что-то будет. Нормально будет. Это раствор травления. Это пластик. Там, где были волоски. Вот они уже растворенные. Профильтрованы. Этим царем я сейчас заливаю вот эту позолоту. Далью только азотки. Азотки здесь мало. Здесь в основном соляная кислота. Промылка, вода. Ну а здесь еще пускай стоит, отстоится. Затем солью жидкость и то, что упадет, залью царем. Золото растворил. Вот раствор остыл. И вот такой снежок выпал. Такое красивое что-то. С чего оно? Не знаю. Что-то в этих микросхемах имеется. Посмотрим. Вот такое вот что-то кристаллическое. Сейчас, конечно, буду фильтровать. Здесь тоже выпало. Что-то там растворил. Здесь, возможно, даже и железо имеется, кроме золота. Сейчас все буду фильтровать. Посмотрим потом. Сделаю осаждение. Вот qui выходит. Золото! В ночь. В пляжу. В ночь. Там великолеп. В ночь. Там великолеп. отлично выпал осадок такой скаугулированный и вот такая жидкость это то что полностью не вытравил она остается в растворе и золото чистое сейчас его отмою высушу взвесим узнаем сколько было золото таких микросхемах вот оно чистое золото и сейчас взвесим что-то не очень да легкая что-то она легкая да вот такой вес вообще-то неплохо сейчас еще сплавлю и узнаем более точно где-то девятьсот девяносто три проба вот на что-то еще там оставалось сейчас узнаем точный вес на обеих весах есть два 760 да пусть и одинаково 2 740 там бура я не чистил немножко бура осталось да и доводить до трех девяток нужно так что 2 700 не очень слабенькие эти микросхемы 155 серии там основном были такие ну все на этом да это моя последняя работа в этом году вот он этот год всех с наступающим новым годом всех с наступающими праздниками всего самого лучшего желаю всем мирного неба над головой ну и до встречи в новом году